Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спасибо за возможность выступить сегодня. Итак, мультидисциплинарный подход в неодевантном лечении трижды негативного рака молочной железы. Для начала хотел бы привести цитату Габриэля Хартабаги, известнейшего специалиста. Он говорит, что трижды негативный рак молочной железы – это гетерогенная группа заболеваний, определяемая через отрицание принадлежности к другим биологическим подтипам. То есть мы пытаемся понять, чем является трижды негативный рак молочной железы через то, чем он априори не является. Всем, я думаю, очевидна ущербность подобного определения понятия трижды негативного рака молочной железы. Начнем давайте с такого риторического вопроса, он не подразумевает, в общем-то, правильного ответа. Мне хотелось бы узнать, как вы видите, за возрастающей ролью какого специалиста будущий прогресс в лечении операбельного трижды негативного рака молочной железы. Это будет хирург-онколог, человек, который внесет некое новшество в введение и станет лидером этой мультидисциплинарной команды. Это химиотерапевт, патоморфолог или специалист в области генетики, геномики. Спасибо большое за ваше мнение. Я в ходе своего рассказа постараюсь не просто показать взаимодействие мультидисциплинарной команды и обрисовать роль каждого специалиста, но и немножко заглянуть в будущее и попытаться предсказать, какие возможные перспективы развития терапии, и неодевантной терапии трижды негативного рака молочной железы. Вернемся к презентации. Цели неодевантной терапии – это снижение стадии заболевания, оценка лечебного эффекта и повышение частоты органосохраняющей операции, уменьшение объема хирургического вмешательства, и это особенно важно, и уменьшение объема вмешательства на лимфоузлах. Кстати, для трижды негативного рака молочной железы это чрезвычайно актуально, потому что процент конверсии с ситуацией, когда лимфоузлы поражены под влиянием неодевантной терапии до клинической стадии 0, наиболее частый в группе трижды негативного рака молочной железы. Известный слайд о частоте достижения полного патоморфологического регресса под влиянием неодевантной терапии в рамках клинического исследования гепротрио. То есть трижды негативный рак молочной железы является хорошим субстратом для неодевантного лечения. Давайте поговорим о роли отдельных специалистов в этой области. Что может нам сказать патоморфолог о трижды негативном раке молочной железы? И уже здесь становится очевидно, что на самом деле это из гистологической точки зрения не совсем однородное заболевание. Конечно же, превалирует инвазивный протоковый рак в структуре трижды негативного рака. Однако же даже сам по себе вот это понятие не специфицированный инвазивный протоковый рак тоже является гетерогенной группой заболеваний. На самом деле роль патоморфолога в мультидисциплинарной команде при лечении трижды негативного рака молочной железы, в общем-то, соответствует его роли при лечении других видов рака молочной железы, потому что это оценка частоты краев резекции, это интероперационная оценка статуса лимфатических узлов. Об этом я говорить не буду, я расскажу о перспективах роли патоморфолога в выборе тактики лечения трижды негативного рака молочной железы. Большое внимание в последнее время уделяется так называемому опухолеинфильтрирующим лимфоцитам. Это прогностический фактор в отношении выживаемости пациентов трижды негативным раком молочной железы, и это предсказательный фактор в отношении потенциальной эффективности лекарственного лечения. Описаны разные характеристики этих лимфоцитов. В частности, превалирование CD8+, лимфоцитов ассоциировано с лучшим прогнозом и лучшим ответом на неодиуантное лечение, а наличие Т-супрессоров CD4+, CD68 иммунокомпетентных клеток характеризует худшие результаты лечения. И вот на Сан-Антонио на конференции в 2016 году был представлен общий анализ девяти исследований German Breast Group, в котором ретроспективно была оценена роль туморинфильтрирующих лимфоцитов как фактора прогноза полного патоморфологического регресса. Было разделено на три группы все образцы опухолевых биоптатов. Оказалось, что в тех биоптатах, где превалировала инфильтрация иммунокомпетентными клетками, в этих случаях отмечался значительно лучший результат и большая частота полного патоморфологического регресса. В частности, это актуально для всех биологических подтипов и для трижды негативного рака молочной железы. Ещё одно интересное направление развития – это изучение экспрессии рецепторов андрогенов. На сегодняшний день уже во многих центрах мы рутинно начинаем определять андрогеновые рецепторы, но пока с научной целью. Интерес вызвала первая публикация в 2013 году. Это было исследование первой фазы применения бикулутамида, препарата антиандрогенового, для лечения метастатического андроген-рецептора позитивного рака молочной железы. В этом исследовании была продемонстрирована польза от применения антиандрогеновой терапии в качестве монотерапии у пациентов с трижды негативным раком молочной железы. Однако объективных ответов на лечение в том исследовании получено не было. А вот уже исследование второй фазы, в котором пациенты с метастатическим, опять-таки, трижды негативным раком молочной железы получали антиандрогеновую терапию, И здесь уже отмечаются даже частичные регрессы на фоне такой терапии. То есть в перспективе возможное наличие рецепторов андрогенов, определяемое патоморфологом, поможет нам стратифицировать пациентов, выделять тех, которые потенциально могут получить пользу от эндокринотерапии, возможно даже неодевантной эндокринотерапии, но это, конечно же, объект дальнейших исследований. Также отмечалось, что наличие андрогеновых рецепторов в экспрессии характеризует более низкую чувствительность опухоли к неодевантной терапии, меньший процент полных и частичных регрессов. Что может предложить химиотерапевт в мультидисциплинарной команде? Начнем с исследования гепарсепто. Результаты были представлены на конференции в Сан-Антонио в 2017 году. Сравнение еженедельной неодевантной терапии НАП по клетокселам с еженедельной неодевантной терапией обычным по клетокселам с последующей традиционной терапией антрациклинами и циклофосфамидом. Оказалось, что использование НАП по клетоксела значительно повышает частоту полного патоморфологического регресса, но особенно ощутимо повышение на 22% наблюдается в группе пациентов с трижды негативным раком молочной железы. Причем это транслируется не только в частоту полных патоморфологических регрессах, но и в разницу в показателях безрецидивной выживаемости на протяжении 4 лет. Она составляет целых 10%. Но, конечно же, это дается непростой ценой. В том, что пациенты, получавшие НАП по клетоксел в данном исследовании, значительно чаще имели тяжелую нейропатию после применения неодевантной терапии токсанами, вот НАП по клетокселам, даже дозу пришлось понизить. Сначала в исследовании было включено 480 пациентов, но в связи с тяжелыми явлениями 3-4 степени нейропатии пришлось снизить дозировку до 125 мг. И в этой дозе все равно частота нейропатии 2-3 степени упала с 15% до 8%, но это выше, чем в группе традиционного по клетоксела. То есть, желая добиться полного патоморфологического регресса, применяя такой дорогостоящий и эффективный препарат в неодевантном режиме, можно оказать существенное влияние на качество жизни пациента. И это необходимо принимать во внимание. Когда мы говорим о трижды негативном раке молочной железы, и в частности о неодевантном лечении, часто мы говорим о применении препаратов платины. Для многих это уже как-то стало некоторым синонимом. Трижды негативный рак молочной железы, неодевант, платина. На самом деле, не так много исследований, которые оценивали эффективность неодевантной терапии препаратами платины, на сегодняшний день завершено. Но все они продемонстрировали определенные преимущества режимов терапии с добавлением препаратов платины. В частности, от КЛБ-40603, схема, в которой все пациенты получали по клетоксел с последующим применением дозоуплотнительного доксорубицина циклофосфана, две группы получали еще бивоцизумаб, карбоплотин и карбоплотин с бивоцизумабом. Наилучшие результаты лечения по частоте полного патоморфологического регресса были достигнуты в группе, получавших и бивоцизумаб, и карбоплотин. Еще одно исследование гепарстикста – неодевантное применение карбоплотина для лечения трижды негативного и HR2-позитивного рака молочной железы. На графике Forest Plot можно отчетливо увидеть, что пациенты, получающие неодевантную терапию с добавлением платины при трижды негативном раке молочной железы, имеют значительно большую частоту полных патоморфологических регрессов. Особую пользу получают пациенты при низкодозных режимах применения платины, то есть АУК-1,5. Молодые пациентки получают дополнительную пользу от применения платины. Пациентки с высокой гистологической степенью злокачественности, высоким КИ-67. То есть пациенты, которые характеризуются агрессивным течением, а большинство больных трижды негативным раком молочной железы – это агрессивные низкодифференцированные опухоли, они получают пользу от добавления препаратов платины. Также в этом исследовании был проведен дополнительный анализ оценки факторов, которые могли предсказывать потенциальную пользу от добавления карбоплатины. Оказывается, что семейный анамнез по раку молочной железы и рак яичников без наличия мутации Берсии оказывается фактором, который предсказывает очень высокую чувствительность к терапии препаратами платины, даже большую, чем носительство мутации Берсии. В нашем институте мы на сегодняшний день проводим открытое рандомизированное исследование второй фазы по сравнению терапии рибулином с карбоплотином против терапии по клетокселам и карбоплотинам. На сегодняшний день уже включено по 12 пациентов в каждую группу. Отмечаются положительные эффекты на фоне терапии обоими вариантами. Однако терапия рибулином сочетании с карбоплотином характеризуется несколько большей гематологической токсичностью. Мы продолжаем проводить это исследование и активно ведем набор пациентов в обе группы. Еще одним очень интересным предметом для возможного дальнейшего исследования является экспрессия PD-L1 на поверхностях клеток и применение PD-L1 ингибиторов. В разработке находится целый ряд препаратов. Мы слышали их названия. Кое-кто участвовал в клинических исследованиях. Атезолизумаб, авилюмаб, пембролизумаб. В Институте онкологии проходит клиническое исследование с применением препарата атезолизумаб у пациентов с местно распространенным и метастатическим раком молочной железы. Это наш клинический случай. Пациентка, которая получает терапию по клетокселам в сочетании с атезолизумабом. Это клинический эффект, достигнутый на двух курсах неодевантной терапии. Я хотел бы сказать, что предполагаю, что в дальнейшем мы сможем использовать эти агенты и в неодевантном лечении. Однако же на сегодняшний день нет достоверных данных о том, какие категории пациентов получают наибольшую пользу от применения таких дорогостоящих препаратов. Как всегда, стоит проблема определения правильных биомаркеров для выделения тех категорий пациентов, которые получат наибольшую пользу. Но это всё фантазии, потому что если мы обратимся к действующим на сегодняшний день рекомендациям НССН, то они очень консервативны. И стандартами неодевантной химиотерапии остаются применение антрациклин, токсансодержащих режимов. Никакой платины нет в этих рекомендациях, ни в предпочтительных режимах, ни вообще в допустимых режимах терапии. Но, однако же, во многих центрах в мире уже препараты платины активно применяются в неодевантном режиме. Поэтому в рамках работы мультидисциплинарной команды такую возможность необходимо рассмотреть. Что могут нам в рамках работы этой мультидисциплинарной команды сегодня о трежда негативном раке рассказать генетике? Мы часто видим вот эти картинки, видим разные профили генной экспрессии, выделяемые ПАМ-50, которые объясняют, что трежда негативный рак молочной железы, там внутри него на самом деле есть и люминальные, и HR2 обогащенные опухоли по профилям генной экспрессии, еще одна классификация Леоман, интегративные кластеры. Можем ли мы это где-то на практике применить? Какая польза от того, что нам показали такие разнообразные картинки? На самом деле, в 2016 году на конференции в Сан-Антонио были представлены на постерной сессии доклад, посвященный исследованию значения этих геномических сигнатур в клиническом исследовании КОЛБИ-4603, где пациенты получали препараты платины. То есть при помощи генетического анализа попытались выделить пациентов, которые получили наибольшую пользу от терапии препаратами платины и сформировать некую сигнатуру, которая позволила бы тестировать и понять, что вот этот пациент с трижды негативным раком молочной железы, для него добавление платины даст особую пользу. И оказалось, что та сигнатура, которая была сформирована, обладает лишь умеренной предсказательной ценностью, с чувствительностью в 68% и позитивной предсказательной ценностью в 64%. Ещё одним интересным направлением, в котором развивается взаимодействие врачей-клиницистов и врачей-генетиков, это использование сигнальных путей, которые часто бывают активированы при трижды негативном раком молочной железы, PI3K, АКТ. На сегодняшний день уже есть данные первого применения препарата ипотосертиба в сочетании с поклитокселом, но опять-таки речь идёт о лечении метастатического рака молочной железы. Оказалось, что здесь как раз-таки биомаркер, в частности активность сигнального пути PI3K, АКТ, позволяет выделить категорию пациентов, для которых увеличивается существенным образом безрецидивная выживаемость при проведении лечения этими новейшими препаратами. Поговорим о роли хирурга. Всё-таки мы говорим об операбельном раке молочной железы. Что может сказать хирург? Часто можно от хирургов наших услышать, что трижды негативный рак молочной железы – это особо агрессивный биологический подтип, который требует экстенсивного хирургического лечения больших объёмов операций. Действительно, если перечислить факторы риска местного рецидива, то окажется, что трижды негативный рак молочной железы чаще встречается у пациенток молодого возраста. Часто это высокая гистологическая степень злокачественности, отрицательные рецепторы эстрогенов. То есть много факторов местного рецидива. Представление о больших рисках рецидива по сути обосновано. Но, несмотря на общий худший прогноз, реже отмечается поражение регионарных лимфатических узлов у пациентов с трижды негативным раком молочной железы. Вот это данные из статьи Моники Мороу 2013 года, в которой она показывает, что действительно базально подобный трижды негативный рак молочной железы характеризуется более частыми местными рецидивами при проведении органосохраняющего лечения. Видите, эти цифры значительно выше, чем при других, ну, при люминальных биологических подтипах. Однако же, даже при выполнении мастектомии, частота местных рецидивов все равно значительно выше. Частота местного рецидива после мастектомии по данным метаанализа, она значительно выше при трижды негативном раке молочной железы. И также она значительно выше при органосохраняющем лечении. То есть хирургическое лечение само по себе при трижды негативном раке молочной железы менее удачно. Однако же при проведении неодиуантной терапии частота рецидива становится несравнимо меньше. То есть в связи с тем, что трижды негативный рак молочной железы является чрезвычайно высокочувствительным подтипом к химиотерапевтическому лечению, возможности химиотерапии влияют на возможности хирургического лечения. Поэтому если ваша мультидисциплинарная команда адекватно способна провести предоперационное лекарственное лечение, добиться регресса, то это будет способствовать и лучшим результатам хирургического лечения. И не будет требовать более экстенсивного хирургического вмешательства, которое по сути своей не способно исправить ситуацию. Ну и в завершение я хотел бы сказать о клиническом исследовании, которое сейчас проводится в центре MD Андерсона. Оно, мне кажется, очень хорошо характеризует, наверное, будущую роль хирурга в лечении некоторых видов злокачественных опухолей молочной железы. Это клиническое исследование отказа от хирургического лечения при полном клиническом регрессе. То есть если включаются пациенты HR2-позитивным или трижды негативным раком молочной железы, проводится неодевантная системная терапия. В случае достижения полного клинического регресса несколько раз повторяется биопсия. Если оказывается, что по результатам биопсии резидуальная опухоль не обнаруживается, пациентам предлагается отказ от хирургического лечения и проведение дистанционной лучевой терапии. Это первое в своем роде очень смелое, проспективное исследование, в которое в настоящее время ведется набор. И мне кажется, что это некоторым образом иллюстрирует прогресс наших знаний в области понимания биологии и представления о работе мультидисциплинарной команды в лечении трижды негативного рака молочной железы. Ну и в завершение хотел бы спросить, как вам кажется, какое направление стратификации трижды негативного рака в молочной железе будет более перспективным для выбора будущей тактики лечения? Кажется, что это будут профили генной экспрессии или инфильтрация лимфоцитами или отдельные мутации сигнальных путей, может быть экспрессия PD-1 или экспрессия рецепторов андрогенов. Из того, что я рассказал, что вам представляется более перспективным именно в аспекте влияния на клинические ведения наших пациентов в неодиантном режиме. Ну почти все, кроме выявления экспрессии рецепторов андрогенов, которые наиболее широко сейчас применяются в практике. Пока. Большое спасибо за ваши ответы и большое спасибо за внимание. Большое спасибо, Александр Алексеевич. Все-таки хотелось бы вернуться после такого чудесного голосования к практическим вопросам. Как вы считаете, трижды негативный рак молочной железы, с какой стадией заболевания целесообразно обсуждать вопрос о неодиантном лечении? Дело в том, что рекомендации НССН касательно одиевантного лечения говорят о том, что химиотерапевтическое лечение показано всем пациентам с трижды негативным раком молочной железы, фактически начиная с стадии Т1-Б. Поэтому если лекарственное химиотерапевтическое лечение пациентам все равно показано, то целесообразно рассматривать его возможность проведения на этапе дооперации всегда. Потому что это дает нам возможность оценивать лечебный эффект инвиво, это дает нам возможность оценивать остаточную опухолевую нагрузку и оценивать прогностические моменты. И на сегодняшний день есть ряд исследований, которые показали дополнительную пользу от применения одиевантной химиотерапии у пациентов, получавших неодиевантную терапию антрациклинами и токсанами. Есть данные исследования о применении одиевантного капицитабина, сейчас ведутся исследования одиевантного применения препаратов платины у таких больных. Поэтому, в принципе, если мы провели неодиевантную терапию и обнаружили резидуальную опухоль, у нас на сегодняшний день есть пространство для дискуссии о возможности дополнительного одиевантного лечения. Поэтому всем пациентам с трижды негативным раком, которым показано одиевантное лекарственное лечение, можно рассматривать возможность неодиевантной терапии. Спасибо. Спасибо.